Здравствуйте! С вами ваша бабушка Соня. Наша глава «Недельная Бо» говорит о последних трех казнях и выходе из Египта. Вы можете сказать, что она нам еще скажет новое. Ну что, уже столько сказано. Мало того, что недельные главы, еще в Седерпесах, когда мы сидим, сколько можно говорить, что еще можно сказать. А я сегодня хочу поговорить именно о собаках. Так, сказано так, что когда мы выходили из Египта, собаки молчали. И когда я готовилась к этой лекции, я нашла очень интересный факт. В наших источниках написано так, когда входит ангел смерти в город, собаки, чуя его, начинают выйти. И мы прекрасно знаем, почему нам так тяжело воспринимать, когда собака воет, потому что собака чувствует, что ангел смерти где-то рядом, и она начинает выйти. Дальше сказано, когда входит Ильяу Анаби, пророк Ильяу в город, собаки ликуют, выражают радость. Но когда собаки чувствуют, что в город зашел Всевышний, все умолкает. Собака молчит. Скажите, какое главное качество собаки, кроме внешнего проявления? Собака лает. У собаки ее выражение, всего ее эмоционального мира идет через ее рот, через ее лай. И этим самым собака, она как бы антипод человека. Человек, он говорящее создание, не только двунога, но и говорящее. Этим мы отличаемся от... Это одна из наших отличительных черт. Собака, в отличие от многих других животных, ее основное назначение, почему собаку, в общем-то, заводят во дворах, для того, чтобы собака лаялась. Собака своим ртом меняет действительность. Она отгоняет воров. Она сердится, она выражает свой гнев, страх и так далее. Сказано в наших источниках, что в Галут, Галут изгнание, наше первое изгнание египетское, мы попали из-за злоречия, из того, что вышло с нашего рта. Иосиф приносил дурные речи о своих братьях. И сказано так. И не могли братья с ним говорить языком мира. Не могли братья с ним говорить шалом. То есть первое злоречие, оно пошло внутри нашей семьи, что Иосиф, как бы мы сегодня бы сказали, я бедничал на братьях. И братья не смогли за это чувствовать себя с ними братьями. Значит, за это мы попадаем в Галут, в Египет. И в Египте нас угнетал фараон. Как будет фараон на иврите? Фараон на иврите будет паро. Если мы возьмем по буквам и посмотрим, то можно на иврите прочитать еще одно слово. Пэ-ра. Пэ-это род на иврите, а ра-это плохой. Значит, фараон как бы нам дан в наказание за наш плохой род. За то, что мы говорили друг на друга плохие уста. Какой работой нас нагрузили, чтобы нас начать исправлять? Ведь когда в стирку попадает одежда, нужно что-то, чтобы эту грязь отстирать. В данном случае это мыло или порошок. Мы провинились из-за того, что мы говорили плохие речи. И поэтому пэ-ра, паро, фараон, он нам дан в наказание. Давайте смотрим дальше. Он нас нагрузил работой, как мыло для стирки, которое называлось аводат парых. Работа парых. Если мы переведем это слово парых на иврит, на русский язык, то получится па-рэх пэ-рах. Опять род, только уже рах сладкий. Речи сладкие, мягкие. То есть для того, чтобы мы исправили плохой рот, паро, нам нужно было начать друг с другом разговаривать пэ-рах, мягкими устами. Сам праздник, как называется, пэ-сах, пэ-сах. Опять мы видим слово пэ. То есть исправление этого праздника, который называется пэ-сах, если перевести на русский язык, пэ-рот-сах, разговаривающий. Главная митсва этого праздника – это и расскажи сыну своему. В пэ-сах самое главное мы должны читать пасхальную агада. Опять-таки кушать определенные вещи. Через рот должно заходить горечь, которую мы когда-то впустили в мир. А изо рта мы должны выпускать рассказ о том, как мы выходили из Египта, как мы стали там народом, как нас там угнетали. То есть наш рот – это главный объект всего, что связано с нашим галутом, с нашим изгнанием, с нашим освобождением. И собака. И при чём тут собака? Собака, она олицетворение вот этого, когда собака лает, это как бы олицетворение того, как люди не должны относиться друг к другу. То есть собака нам показывает, что когда она лает, это то, что делает человек, когда он говорит о другом плохие вещи, нехорошие, некрасивые. Когда он… Зачем далеко ходить? Посмотрите, что делается в социальных сетях, как люди даже в процессе обсуждения какой-то статьи, буквально через 3-4 комментария, нормальных комментариев, начинаются взаимные оскорбления ужасные. Когда мы, будучи в Египте 210 лет, за эти 210 лет поправили вот этот вот недостаток, что мы друг к другу плохо относились через рот, через наши речи, Бог сказал, вот теперь я вас вывожу. И собаки не лаяли, потому что мы поправили то, из-за чего мы были помещены в Египет. Более того, сам Мошер Абейн, он заикался, он плохо разговаривал. И сказано, что речь Мошера Абейну находилась в плену у фараона. То есть даже сказать, слава Бога, для Мошера была большая проблема, потому что это всё было непоправлено. Когда мы выходили из Египта, собаки молчали. Почему? Потому что мы поправили то, из-за чего мы попали в Египет. Ещё очень интересный эпизод. Когда Мошера Абейну пошёл к реке, для того, чтобы вытащить кости Юсефа, египтяне знали, что когда мы будем когда-нибудь выходить, они знали это пророчество, что мы будем выходить из Египта, они сказали так, они без костей Юсефа не выйдут, потому что так же, как мы когда-то, Юсеф хоронил Якова своего отца в пещере Махпыла, и Яков взял слова, вырвал слова клятвы у Юсефа, что он его похоронит. Точно так же Юсеф взял клятву с нас, что когда мы будем выходить из Египта, мы точно так же не забудем его кости и перенесём их в Шхем. Шхем – это тот город, откуда Юсеф был взят, украден, выкраден, продан в Египет, туда же Юсеф должен вернуться. Это его, скажем так, фамильное место, это то место, которым получил подарок от своего отца. Идём дальше. Что у нас происходит дальше? А дальше у нас происходит интересная вещь. Когда Мушеп подходит к реке и хочет поднять кости Юсефа, он говорит особую магическую формулу и говорит «встаньте, кости Юсефа, встаньте, поднимитесь», в это время к Мушер Абейну подбегают какие-то две странные собаки и начинают его облаивать. Мушер Абейну смотрит на этих собак и говорит «это не настоящие собаки, это химеры, это заколдованные, это те силы зла, которые пытаются нас удержать в Египте, это они нас облаивают». Откуда Мушер Абейну знал, что эти собаки, которые сейчас его облаивают, они химеры? Потому что настоящие собаки теперь молчали. Они знали на уровне, ведь каждым отрядом, каждым семейством животных правит какой-то ангел. От ангела они получили приказ, что они молчат. И поэтому те собаки, которые облаивали Мушер Абейну, они были ненастоящими, заколдованными. Так вот, еще одно доказательство, что при казни первенцев Бог сам прошел по Египту, не ангел смерти. Собаки молчали. Если бы это был ангел Египта, а ангел смерти, в Египте стоял бы такой вой, что, наверное, он бы достиг бы космоса. Но Бог сам прошел по Египту и сам уничтожил каждого первенца. И поэтому собаки молчали. Что сейчас мы можем выучить из этого рассказа, что даже собака, которая лишена свободы выбора, собака молчала. Нам надо иногда очень поучиться у собак. У человека есть свобода выбора. И когда нам предстоит выбор сказать плохое слово, сказать кому-то слова осуждения или нет, нам нужно вспомнить, что собаки в Египте молчали. А это значит, что нам нужно иногда, очень часто иногда, просто закрыть свой рот и постараться не падать опять в ту яму, в ту пропасть злоречий, из-за которой мы уже были в Египте, из-за которой мы уже были отправлены в изгнание. Не случайно сейчас, во время этой странной эпидемии, эпидемии святой страны, нам всем одели маски народ, закрыть наши рты. В Израиле скоро выборы. Пожалуйста, милые мои, дорогие, не читайте эти предвыборные обещания, не слушайте эти ролики. Это сплошной лошон, это сплошной поток злоречия. Не пачкайте ваши уши, не загрязняйте ваши глаза чтением этих текстов, постарайтесь от этого уйти. Все равно вы выберете того, за кого вы знаете, кого вы уже выберете. Но хотя бы не пачкайтесь в этот период этим злоречием. Уйдите от этого потока. Он как поток, селевый поток. Он пройдет, и вы останетесь в целости и невредимости. Поэтому берегите ваши уста. Да, и у собак есть чему поучиться. И дай Бог каждому из нас выйти из нашего внутреннего Египта, выкинуть из сердца эту грязь, эту пену, это наносное. И вспомнить, что когда мы выходили из Египта, мы полностью поправили, починили, как говорится, у себя вот этот вот недостаток, злоречия. Давайте же будем хранить наш род от плохого, от неправильного, от наносного, чтобы у нас был только пэ-сах, род говорящий, род беседующий, несящий только добро в этот мир. С вами была ваша бабушка Соня. И счастливого каждому из нас личного выхода из его личного Египта.